В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! В гости программы депутат Государственной Думы фракции ЛДПР Александр Шерин. Александр Николаевич, завершается региональная неделя. Расскажите, что это такое? В Государственной Думе есть такое понятие, как региональная неделя, когда депутаты Государственной Думы последние недели каждого месяца уезжают в свои регионы. Допустим, у меня три регионы. Это Рязанская область, Тамбовская и Липецкая область. Во фракции ЛДПР в Государственной Думе 40 депутатов. И, конечно же, к сожалению, у нас не хватает по одному депутату на каждый регион. Поэтому за каждым депутатом может закрепляться до трех регионов. Я баллотировался в Государственную Думу от партии ЛДПР и избирался. У меня был совмещенный округ. Это Рязанская и Тамбовская области. И сейчас мне также добавили, закрепили за мной Липецкую область. Вот на этой региональной неделе я, конечно же, основное внимание сконцентрировал на работе в городе Рязани. И Рязанской области проводил встречи с гражданами, вел прием граждан. И, конечно же, необходимо равномерно распределять время на все три региона. Но в связи с тем, что у нас прибывает поезд ЛДПР в Рязанской области, я, соответственно, большую часть времени провел в Рязани. Мы проводили прием граждан. 1 декабря мы провели митинг. И на этом митинге мы обсуждали те проблемы, которые интересуют наших горожан, жителей города Рязани, Рязанской области. Также я на этой региональной неделе, мне очень приятно сообщить нашим рязанцам, посетил Ульяновский авиастроительный завод «Авиастар» по предложению офицеров нашего Дягилевского летного полка. И я организовал эту встречу как первый зампредседатель комитета Государственной думы по обороне. Мы посетили этот завод, и мы ознакомились с новейшей разработкой. Вот-вот в декабре будет принимать Государственная комиссия этот самолет Ил-78, модифицированный. Это многоцелевой самолет, тот, который может использовать как самолет-заправщик, тот, который может использовать как самолет для тушения пожаров, также десантирование личного состава и военной техники. То есть этот самолет придет на вооружение, он более современный. Конечно же, он базу свою представляет, военные понимают, что такой самолет Ил-76, только Ил-78, 90 модификация, он грузоподъемность больше на 20 тонн и расход топлива на 20% меньше. Я, естественно, брал с собой офицера, который является заместителем командира Дягилевского полка, инженерно-эксплуатационной службы, который также свои предложения давал разработчикам. То есть тот человек, который принимал участие в рекомендациях, что необходимо использовать в конструкции вот такого нового самолета, который действительно конкурентоспособный. И мы вместе с этим офицером посетили Ульяновский авиастроительный завод и ознакомились с тем самолетом, который в ближайшее время должен поступить в Вооруженные силы Российской Федерации, МЧС. То есть он будет многоцелевым и используется. Также на этой неделе я посетил Санкт-Петербург, была комиссия УДКБ, я являюсь членом УДКБ, это организация договора о коллективной безопасности. То есть речь идет о том, что помимо тех региональных проблем, которые мы обязаны и мы обязательно их изучаем, составляем депутатские запросы, законодательные инициативы. Но работа депутата Государственной Думы, фракции ЛДПР, она невозможна в качественном ключе без надежной команды на месте. И я рад сообщить, что у нас появился новый координатор Рязанского регионального отделения ЛДПР Дмитрий Владимирович Панкин, который является активистом ЛДПР уже более 10 лет. Он начинал с активиста, который прошел, скажем так, все ступени роста. Все это время он работал очень в тесном взаимодействии лично со мной. Он является очень преданным активистом. И самое главное, что этот парень, скажем так, рязанец, он из простой семьи, он всего в своей жизни добивается сам, имеет высшее образование. Человек, который очень хорошо знает проблемы простых рязанцев. И мы совместно с ним проводим и встречи с гражданами, прием граждан. Я ставлю на его личный контроль выполнение тех мероприятий, которые необходимо сделать после того, как мы приняли граждан, составили определенную, скажем так, сегодня модно говорить, дорожную карту, как мы будем решать эту проблему. Александр Николаевич, вот Рязанское региональное отделение партии ЛДПР работает. Какие основные цели работы видит перед собой отделение? И можно ли выделить определенные темы, направления с проблемами? Люди обращаются, вот какие основные? Конечно же, проблемы возникают от того, что у нас законодательство несовершенно. Система работы заключается в том, что, допустим, если ко мне обращается многодетная семья, женщина, которая одна воспитывает семерых детей, и у них возникают проблемы с жильем. Я, соответственно, как депутат Государственной Думы могу направить депутатский запрос в губернатор, главе района. Но я уверен в том, что мне будет направлен ответ, что эта семья получила материальную помощь в размере 5-10 тысяч рублей. Но на сегодняшний момент, ввиду нехватки финансирования, в бюджете области нет денежных средств для того, чтобы обеспечить эту семью жильем. Соответственно, необходимо вносить законодательство. Это реальный случай? Это реальный случай. Мы же работаем на земле, мы общаемся с людьми. И, соответственно, мы вносим законодательную инициативу о том, чтобы был принят закон о единовременной субсидии на приобретение либо строительство жилья для многодетных семей на всей территории Российской Федерации от 5 и более детей. Обращаются к нам бизнесмены-предприниматели, которые жалуются на то, что у них без каких-либо законных причин блокируются счета в банках по заявлению налоговой службы. Я направляю как депутат Государственной Думы запрос в Генеральную прокуратуру, соответствующие структуры налоговой службы. Допустим, люди обращаются к нам, есть решение суда о том, что администрация обязана обеспечить человека жильем, но это решение суда при наличии исполнительного листа службы судебных приставов не выполняется. Потому что, ну что греха-то эти? У нас с чиновниками никто ссориться не хочет. По большому счету, сегодня, смотрите, мы главу города Рязань не выбираем, главу района не выбираем и скоро глав сельских поселений не будет выбирать. Выбираем только депутатов Городской Думы, Областной Думы, депутатов Государственной Думы, губернатора и президента. Вот этим надо пользоваться. То есть, тех людей, кого выбирают избиратели, тех чиновников, представителей народа, кого люди выбирают, на них еще люди могут повлиять. Те, кого люди не выбирают, кого назначают, люди повлиять на них практически не могут. И, как ни странно, основная власть сконцентрирована в руках тех, кого люди не выбирают. Соответственно, повлиять на этих людей может только депутатский запрос. У нас в Рязанской области есть две политические силы, которые представлены в Государственной Думе. Это Единая Россия и ЛДПР. Остальные, скажем так, депутаты, они являются представителями других регионов. То есть, у нас своих депутатов от других партий в Рязани нет, кроме ЛДПР и Единой России. Жаловаться к депутатам Единой России на чиновников, ну, наверное, было бы как бы, ну, я не скажу, что бессмысленно, но это получается конфликт интересов. Потому что депутат от Единой России напрягать чиновника от Единой России, наверное, вряд ли будет. У нас в этом плане вообще никаких нет, скажем так, предрассудков. Мы с удовольствием будем защищать права рязанцев. Поэтому работа строится следующим образом. Мы доводим позицию партии, распространяем газеты, брошюры. Есть наболевшая проблема в городе, мы должны выходить на улицу. Это наше средство борьбы за наши права. То есть, мы не имеем безграничного пространства в СМИ. Допустим, у нас, вы знаете, что есть издательство пресса, оно подчиняется правительству Рязанской области. И они придумали такой замечательный механизм, чтобы убирать ненужные статьи. Сейчас введен коэффициент 17, если, допустим, информация о политической партии, либо от депутата Государственной Думы. Допустим, если кто-то желает дать объявление о продаже велосипеда, то этот модуль будет стоить 500 рублей. Если, допустим, я захочу дать статью о своей деятельности, или, допустим, я хочу дать объявление о том, что я готов принять в таком-то месте, в такое-то время, в городе Шилово, избирателей, то мне это объявление будет стоить 60 тысяч рублей. Такого же размера. То есть, это коэффициент введен умышленно. То есть, сегодня у нас есть возможность на улице озвучить нашу позицию, через нашу партийную газету, наш сайт. Надо подписываться на наш сайт, на наши страницы в соцсетях. У меня есть личные аккаунты в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме. Для кого-то, конечно, это большая новость. Александр Николаевич, хотелось бы еще успеть обсудить спецпоезд ЛДПР. Прибывал 29 октября, когда еще приедет, с какими проблемами обращаются жители, приходят к поезду? Жители, значит, повальное обнищание населения идет. Надо правде в глаза смотреть. У нас у людей вообще никаких нет бесплатных услуг. Никакой медицины бесплатной нет. Никакого образования бесплатного нет. За детские сады платят. За проезд везде люди вынуждены платить, но уровень доходов граждан абсолютно не отвечает тем затратам, которые несет человек. У нас люди даже уже от многого отказываются. Многие жалуются на то, что им не на что купить дрова. Не газифицированы населенные пункты. Понятно, непрозрачные тарифы на услуги ЖКХ. Чем-то удалось уже помочь людям, которые приходят с проблемами? По большому счету, чтобы людям в России помочь, необходимо менять законодательство. Необходимо менять политику правительства Российской Федерации. Это факт. Сколько бы мы не находили причин для того, чтобы оправдать эту ситуацию, причина заключается в одном. Богатые богатеют, бедные беднеют. Пока мы не вернем деньги из американских банков в российскую экономику, ситуация будет ухудшаться. Хочу всех предупредить. Сейчас идет искусственный отъем денег у населения. Через микрозаймовые организации, которые потом пообращаются к коллекторам из людей, вышибают последние деньги. Через тарифы на услуги ЖКХ. Через платные медицинские услуги, образование. То есть платных услуг в том числе и бизнес сегодня очень плохо себя чувствует. Потому что развиваться бизнес в таких условиях не может. Инвестиции в таких условиях не пойдут. И это не вина даже губернатора или правительства Рязанской области или какого-то министра. Я не пытаюсь понравиться. Беда заключается в политике правительства Российской Федерации в целом. Потому что если налоговая по какой-либо надуманной причине пытается заблокировать работу какого-то бизнесмена, она это сделает. Она направит заявку без суда и следствия. Банк в одностороннем порядке блокирует все счета бизнес-структуры. И начинаются пени. Все у них сыпется. Они ничего сделать не могут. То есть работа блокируется полностью. Поэтому посмотрите по нашему городу. Огромное количество вывесок. Сдается в аренду. Продается. Много уже я смотрю заведений позакрывалось. Просто потому что платежеспособность населения падает. Еще раз повторюсь. Люди жалуются на то, что чиновники перестали с ними общаться. Объясню почему. Администрация города. Сейчас проведите опрос в Рязани. Кто знает, кто руководит городом. Никто вам не скажет. Потому что если выбирали губернатора Рязанской области, то люди знают фамилию губернатора. Потому что были всенародные выборы. Глава района назначается. Я уже об этом сказал. Глава сельского поселения то же самое. То есть чиновник вообще забыл, что такое принимать людей. Вот это основное. Александр Николаевич, а что касается президентских выборов. Мы уже про них проговорили. Надо уважать людей на президентских выборах. Тем не менее, хотелось бы узнать. Спасибо вам за этот вопрос. Узнать ваше мнение. Разъясню людям, которые этого не знают. Парламентская партия. Это та партия, которая имеет фракцию в Государственной Думе. Преодолела проходной барьер и допущена к распределению мандата в Государственной Думе. Эта партия выдвигает кандидатов в президенты без сбора подписи. То есть партия ЛДПР проводит в 20-х числах декабря съезд. Мы выдвигаем кандидатам в президенты Российской Федерации. Председателя нашей партии. Это мировая практика. Самый высший пост в государстве. На него должен претендовать самое главное лицо партии. То есть любая нормальная партия должна выдвигать председателя своей партии. Еще раз повторяю вам, чтобы все понимали. Если политическая партия выдвигает не председателя своей партии, то здесь идет фальш. Партия ЛДПР выдвигает своего председателя Владимира Вольфовича Жириновского. Если кандидат в президенты выдвинут самовыдвиженцем, то ему нужно собрать для регистрации 300 тысяч подписей по всей Российской Федерации. Поэтому я тут наблюдаю некоторых персонажей. Хотелось бы узнать, что это человек, который занимается политикой много лет. Я думаю, что это политика государственная. Этих людей умышленно выпускают на федеральные каналы. Для того, чтобы у населения было просто отвращение к этим выборам. Или, допустим, между плохим и очень плохим был выбор. Вот если тебе что-то не нравится, то посмотри, что еще хуже бывает. Для того, чтобы собрать подписи, нужно потратить очень много денег. В среднем одна подпись будет обходиться кандидату его избирательному штабу около 1000 рублей. То есть, если идет самовыдвиженец, он должен будет потратить около 300 миллионов рублей. При этом, тратя такие деньги, кандидат должен пониматься, что это не зря, он станет президентом по итогам выборов. Если все-таки кандидат найдет политическую партию, у нас тут на выборы губернатора, вы знаете, тут сразу находились и кандидаты, и партии, которых выдвигали. Только каких-то протестных акций мы от этих партий больше не видим. Вот прошли выборы губернаторов, нашлись и партии, которые кандидатов выдвинули, и сами кандидаты нашлись. Выборы губернаторские прошли, ни этих кандидатов, ни этих партий не видно. Партия ЛДПР, и я как депутат Государственной Думы от партии, как человек, который баллотировался в губернатора, я нахожусь в поле зрения, вам спасибо, что пригласили, общаюсь. Так вот, найдет кандидат партию, которая его выдвинет в президенты, ему надо собрать 100 тысяч подписей, значит это 100 миллионов рублей. У нас тут есть дамы, у которых уровень общения это участники Дома-2. И вот некоторые перепутали участников Дома-2 с гражданами Российской Федерации. В нашей стране очень много уважаемых людей, заслуженных преподавателей, медиков, военных, боевых офицеров, женщин, мужчин, которые руководили предприятиями, которые имеют богатый жизненный опыт, имеют государственную позицию, которые не говорят, что Крым это Украина, которые говорят, что Крым это Россия. Но они даже не подумывают о том, чтобы претендовать на пост президента. И когда они видят, что люди, которые им и в подметки не годятся, которые публично, на федеральных каналах говорят о том, что Крым это Украина, при этом в отношении этих людей ни Генеральная прокуратура, ни партия Единой России не инициирует никаких действий, в частности возбуждение уголовного дела. Значит, эти заявления согласованы, этих людей приглашают на федеральные каналы. Значит, федеральные каналы, что такое федеральный канал? Федеральный канал – это канал, который зависит напрямую от правительства Российской Федерации. Им дают эфирное время. Это говорит о том, что с нами снова затеяли какую-то игру. Спасибо вам за беседу. К сожалению, время подходит к концу. Телезритель напомнит, что в гостях у нас сегодня депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Александр Шерин. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова